Привет, зовут меня Сергей, живу я в Москве, занимаюсь я изделиями из тикового дерева уже 13 лет. Я учился на столе арокраснодеревщика, поэтому эта профессия мне знакома, близка и интересна. Специализация получается, что изделия из дерева для влажных мест, открытых пространств, то есть палубы судов, бассейны, ванные комнаты, душевые кабины, террасы. Там большое судно было в Саратове, там что-то метров 70 квадратных мы сделали, красиво, хорошо получилось. Но, скажем, из недавних проектов, там бассейн, там тоже метров 60-70 квадратных было, вокруг бассейна тоже непростая работа была, неинтересная. Очень большой популярностью сейчас пользуются столешницы в ванной комнате. Как бы я не ожидал совершенно, но они как-то выстроили и получается, что их мало кто умеет делать в таком варианте. И как-то у меня получается почти нет конкуренции в этой области. У тикового дерева, ботаническое название тектония грандис, значит, у него есть такие, наверное, важных самых 2-3 параметра. Но то, что он не гниет, то, что он мокрый, не скользкий, и то, что он, а это одна из самых стабильных пород древесин, в режиме намокло-высохло. Воду он впитывает, но он ее впитывает немного, благодаря внутренним маслам и как бы заполненности своей структуры. Он ее немного впитывает и очень быстро, вот, например, на палубах он очень быстро высыхает. Тоже на какие-то затонувшие суда, какие-то экспедиции аквалангистов. И вот они там кусочек сфотографировали и сказали, что тиковая палуба как новенькая. Если особенно делать по технологии палубного настила, а не решетку, то она практически не нуждается в обслуживании и очень хорошо служит, очень хорошо работает. То есть, скажем там, у меня лично там в ванне, причем внутри ванной там уже лет 8-9. Но мне лучше всего найти ticmaster.rf. По-русски можно, а лучше всего ищется по картинкам.